Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла Галатам, глава шестая, стихи со второго по десятый. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла Галатом. Сегодня во втором стихе апостол Павел призывает нас. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Действительно, все предыдущие главы данного послания апостол Павел говорил о том, что закон Моисеев несовершенный, и он приводит нас ко Христу, и теперь Христос для нас есть закон. Но в чем закон Христов? И вот апостол Павел говорит как раз-таки о помощи ближнему. Апостол Павел говорит о бременах. Бремена – это те и греховные поступки, и те, скажем так, переживания, те настроения, которые порой негативные, какие-то вещи, которые порой сопутствуют человеческой жизни. И мы должны не замыкаться только лишь в своем покаянии или в своей радости, но мы должны видеть людей вокруг себя, людей, которые нуждаются в помощи, в добром слове. И к этому призывает нас сегодня апостол Павел. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Действительно, закон Христов – это в любви к ближнему. А как мы будем любить ближнего, не замечая его скорбей, не замечая его трудностей, проходя мимо него? Мы должны повышать в себе эту культуру эмпатии к ближнему. А ближний – это тот, кто находится рядом с нами, вне зависимости от родственных уз, от политических убеждений, от цвета кожи и разреза глаз. Ближний – это тот, кто находится рядом с нами и в данный момент нуждается в нашей помощи. В третьем стихе апостол пишет, «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Действительно, люди могут наблюдать за собой порой какие-то таланты и достижения. И в этих талантах проявляется некая кичливость человека, когда он начинает думать и приписывать все заслуги только лишь себе. Но порою мы, оглядываясь и приписывая себе какие-то заслуги, мы идем от противного. Мы смотрим на недостатки других и смотрим в контексте недостатков других на свои якобы достижения. То есть на определенном уровне мы действительно чего-то достигли. Но на самом деле мы должны смотреть только на те поступки, которые мы, преодолевая себя, совершаем, а не на фоне других исполняем. И только тогда мы будем получать похвалу, но в самом себе, не перед другими. Как пишет дальше апостол Павел, «Каждый испытывает свое дело и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Похвала в другом – это как раз-таки превозношение себя над немощью другого. Вот такая похвала чужда христианину. Только своим делом, испытывая самого себя в контексте именно своей жизни. Мы сегодня должны быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие. Вот о чем говорит апостол Павел. «Ибо каждый понесет свое бремя». Это тоже очень важные слова говорится в этом послании. Вот это слово «каждый понесет свое бремя» – это выражение. Ведь у каждого из нас есть свои пристрастия, свои грехи, которым склонны мы и которые мы, так сказать, в себе воспитали своим греховным житием. И порой этот грех обусловлен какими-то духовными повреждениями и, возможно, склонностью нашего характера. Кто-то вспыльчив и гневлив по природе своей, а кого-то наоборот. Кто-то инфантилен и ленив. И порой нам приходится бороться с этими грехами, с этими страстями, с этими патологиями, с этим безволием или излишним, так сказать, наоборот, с избытком этой воли, но волей злой. Нам приходится бороться всю жизнь. Это особенности нашей души, нашей личности. И мы должны корректировать, и придется это корректировать порой всю жизнь и нести бремя самого себя. Признать то, что у нас есть какие-то склонности, и они бывают греховны, очень важно. И понять, что от себя не уйдешь, но можно преобразить себя благодатью Божией. Ибо каждый понесет свое бремя. В то же время мы должны видеть бремя другого человека. Но, как говорится, здесь нужно, как сказано, носите бремя на друг друга, таким образом исполните закон Христов, а перед этим сказано, если вы, духовный, увидите какое-то прегрешение, брата ваше, исправляйте его в духе кротости. Когда мы увидим бремя другого человека, мы должны не идти и правду говорить ему в лицо, как мы очень любим это делать часто, замечая, так сказать, сучок в глазу у брата своего, а в своем глазу бревна не видим. Соответственно, мы должны с духом кротости, а для этого нужно и смирение, а для этого нужно понимание, испытание своих дел. Как говорит апостол Павел, каждый мы несем свое бремя. Об этом тоже важно помнить. И когда мы пытаемся осудить кого-то за его грех, за его проступок, нужно понимать, что он сам несет бремя самого себя, бремя своего нелегкого, порой тяжелого характера. И мы не знаем, какую титаническую работу он преодолевает, какую он совершает в преодолении каких-то своих пагубных страстей. Если мы видим это преодоление, если мы видим это некое изменение, то мы должны радоваться, то мы должны со смирением принимать такого человека, ведь и нас с вами принимают со смирением. Далее он говорит наставляемый словом делись всяким добрым добров с наставляющим. Здесь говорится о традиции, от того, что священник и проповедник питаются от алтаря, он живет за счет общины. Но и вот с этой традицией пытались спорить противники апостола Павла, насмехаясь над этой традицией. Но дальнейший текст говорит нам о таких насмехающихся над таким положением вещей, над тем, что люди жертвуют церкви, жертвуют священникам и строят храмы. Что говорит апостол Павел? Не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает. Здесь речь идет как раз таки о том, что вот такое положение, это не выдумка апостолов. Это идет еще с Ветхого Завета, не заграждай рта у вала молотящего, это идет из уст самого Спасителя, о том, что апостолы, проповедники, живут за счет тех, кому проповедуют. И он говорит, не обманывайтесь, не надсмехайтесь. Вы можете насмехаться надо мной, но нельзя насмехаться над Богом, над Словом Божиим. Поэтому и говорит, не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает. Нельзя над этим смеяться. Смеясь над нами, думая, что вы смеетесь над нами, вы смеетесь над Богом, а Бог по ругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Действительно, мы должны делать добро, помня о том, что сея добро, пожнем добро. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. К доброделанию призывает нас сегодня апостол Павел. Будем творить добродетели, будем снисходительны к ближним, к их немощам. И помнить о том, что кто-то снисходит к немощам нашим. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok